Так, запись наша включилась. Я слежу за чатом. И сегодняшний наш мастер-класс посвящен расчету НДФЛ по прогрессивной шкале. Позвольте поприветствовать еще всех раз. Меня зовут Екатерина Санкина. В учебном центре специалист я работаю 4 года. Всего опыт преподавательской деятельности у меня насчитывает уже 5 лет. И тот опыт практической работы в бухгалтерии, которым я обладаю, с удовольствием делюсь со слушателями нашего учебного центра. В этом году в ноябре 10 числа нам исполнится 30 лет. Ну, наверное, не буду зачитывать все гарантии, которые наш учебный центр предлагает. Все материалы размещены в вашем личном кабинете. Вы можете их обязательно просмотреть. И, наверное, перейдем, так будем чередовать, да, некоторую информацию о нашем учебном центре, о курсах, которые мы предложить вам можем, с как раз непосредственно темой вебинара. Статья 224 в налоговом кодексе с 21 года изменилась. И налоговая ставка, которая раньше в большинстве случаев являлась основной 13%, теперь стала в пределах, то есть в пределах, исчисляться в пределах налоговых баз, которые не превышают 5 миллионов или равна 5 миллионов. Одновременно с этим, обращая ваше внимание на цифру 650 тысяч рублей, это очень важный момент, то есть мы с вами будем начислять 650 тысяч рублей с налоговых баз, которые указаны в пункте 2.1, статье 210. Мы сейчас с этими налоговыми базами со всеми ознакомимся. У нас их теперь целых 9 и уже в случае превышения исчисляют 650 тысяч рублей и еще 15%. Та налоговая ставка, которую вы сейчас видите, 13% или 650 рублей и 15% подлежит применению в отношении совокупности всех доходов физического лица, за исключением некоторых доходов, которые, опять-таки, вы с ними можете ознакомиться уже самостоятельно, не буду зачитывать. Вот сейчас перед вами статья 210, а именно ее пункты 2 и 2.1. Я знаю, что вы прекрасно владеете теми особенностями налогового кодекса, теми номерами статей и пунктов, которые там появляются. Но, наверное, понятно, что когда-то была у нас с вами статья 210, у нее были пункты 1, 2, 3 и так далее. И если появляется необходимость вот что-то поместить в определенное место, то, конечно, мы уже с вами третий пункт на четвертый не заменим и так далее. Мы просто добавляем с вами еще одну статью или еще один пункт, который уже будет там, допустим, точечка 1, как здесь у нас с вами указано. Перед вами те самые 9 налоговых баз, по которым мы с вами будем определять налоговую базу по доходам физических лиц. И, безусловно, какие-то из них бывают редко, какие-то вообще в учете организации не бывают. Но мы сейчас с вами уделим внимание двум налоговым базам. Это налоговая база в части выплаты дивидендов и налоговая база под пунктом 9, которая у нас все-таки является основной налоговой базой. И это основная налоговая база, не что иное, как, в общем-то, наша заработная плата и наша премия. Мы представители организации, да, бухгалтеры. А организация, являясь налоговым агентом, является источником выплаты доходов физическим лицам. В статье 230 содержится исчерпывающий перечень обязанностей налоговых агентов. И налоговый агент обязан исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ в бюджет. Уже по результатам этих операций мы, как налоговые агенты, должны обязательно отчитаться по исчисленному, удержанному и перечисленному бюджету налога, заполнив форму 6 НДФЛ, которая заполняется ежеквартально нарастающим итогом. Ну вот я как раз сейчас отметила категорию налога на доходы физических лиц, исчисленный, удержанный, перечисленный. И вот в этой табличке я просто приведу обычное начисление заработной платы. Допустим, мы с вами начислили заработную плату за апрель, и в этот момент исчислили налог на доходы физических лиц. То есть показали, что сотруднику заплатим меньше на 13%. Но налог удержанным мы не будем называть 30-го, 0-4-го, а удержанным мы его назовем тогда, когда выплатим заработную плату, тогда, когда сотрудник фактически на руки получит свою честно заработанную денежную сумму. И вот в этот момент мы удержим налог на доходы физических лиц, но на счетах бухгалтерского учета у нас это никаким образом не отразится. Однако программные продукты, в частности программные продукты, один из зарплат для управления персоналом, конечно же, предполагают, что есть некие записи, которые регистрируются и показывают, что этот налог на доходы физических лиц удержан. Вот когда мы его уже удержали, то самое савида по счету 68-му сформированы на 13-е, 0-4-е, мы можем совершенно спокойно перечислять в бюджет. Ранее ни в коем случае. То есть 2 числа у нас с вами, 2 даты для перечисления суммы, ну в данном случае 13 тысяч рублей в бюджет, 10-е, когда удержали и не позднее 11-го, 0-5-го, если это рабочий день будет. Ну, если там суббота-воскресенье попадает, то, конечно же, на 2 дня у нас с вами может отодвинуться эта дата перечисления в бюджет. Вот те, соответственно, операции, которые вы увидели, мы будем показывать в том числе, а именно то, когда должны перечислить налог на доходы физических лиц, и ту заработную плату, которую начислили в расчете по форме 6 МДФЛ. Ну, я опять-таки хочу рассказать о курсе расчета с персоналом по оплате труда, теоретический курс нашего учебного центра. Ну, программа будет на следующем слайде, однако вы без труда можете, допустим, на нашем сайте набрать расчет заработной платы и ознакомиться с программой, которая состоит из нескольких модулей, и мы с вами не только начисляем заработную плату, но и говорим о каких-то начальных понятиях, о формах системы оплаты труда, и начисляем, выплачиваем заработную плату за отработанное время. Также есть у нас оплата и учет неотработанного времени, тогда, когда сотрудник не находится на работе, а находится в отпуске, находится на больничном, ну, либо, может быть, какие-то другие причины его отсутствия, может быть, может быть, какие-то он государственные обязанности исполняет. Конечно же, вот на теоретических курсах мы не можем в полном объеме затронуть отчетные формы, мы можем только по теории проговорить, что там должно у нас быть указано. В обширном объеме это рассматривается уже на прикладных курсах по программному продукту 1С, но как предполагает у нас с вами все-таки жизнь, все должно подкрепляться теорией. Пример, который мы с вами сейчас рассмотрим, будет следующий. У нас есть с вами сотрудник Иванов, у него ежемесячный оклад 100 тысяч рублей, есть три несовершенных летних ребенка, значит, предполагаем, да, что в идеале, наверное, до той поры, пока 350 тысяч нарастающим итогом его доход не достигнет в налоговом периоде, где мы можем предоставлять ему вычеты 1400 на первого ребенка, 1400 на второго ребенка и 3000 на третьего и каждого последующих детей. Но как только он получил 350 тысяч нарастающим итогом, все вычеты, право на вычеты он теряет. Также работник у нас с вами является героем России, а это вычет в размере 500 рублей и здесь уже нет ограничения по сумме дохода. Нам, несмотря на то, что у нас здесь будут гигантские такие суммы, да, начисленные, то есть понимаем, что если 100 тысяч мы в месяц начисляем, 5 миллионов мы с вами не наберем, нам надо с вами как минимум 5 миллионов, чтобы эту прогрессивную шкалу прочувствовать. Поэтому надо ему начислить какие-то вот прям баснословные суммы в виде ежеквартальных премий, причем эти премии мы будем учитывать по дате выплаты дохода. Ну, видимо, 15.01 у него будет получена премия за четвертый квартал 2020 года, 15.04 за первый квартал 2021 года и, соответственно, так далее. Ну, видимо, премия за четвертый квартал 2021 года будет уже выплачена в 2022 году. Также он у нас, если кто-то, я знаю, что присутствующие здесь были на наших практических курсах, есть у нас такой Иванов Петр Петрович, который является и учредителем, и генеральным директором организации Орион, по которой мы с вами ведем учет на всех наших прикладных курсах. Вот ему мы с вами будем начислять дивиденды в размере 2000 рублей, ой, 2 миллиона рублей, ох, 2000. Ну и, соответственно, видимо, 25.03 он у нас с вами получит 2 миллиона по результатам 2020 года. Обратите внимание, 23.04 и 23.07 готовилась к мастер-классу, увидела, что 25 число попадает на выходной, поэтому немножечко дата сдвинула на пораньше. 25.04.10 получит дивиденды он у нас с вами промежуточные за 9 месяцев отчетного года. Пример, который мы с вами разберем, я первоначально покажу в Excel, чтобы мы с вами досконально прочувствовали, что же такое 650 тысяч рублей и 15%. Но, наверное, прежде чем мы с вами в Excel будем делать расчеты, я хочу познакомить вас еще с одной статьей. Основа этой статьи положена во всех расчетах по налогу на доходы физических лиц. Иногда мы просто вообще не понимаем, как он считается, а он всегда считается нарастающим итогом. И именно пункт 3 нам в статье 226 говорит про то, что мы с вами производим исчисление налога на доходы нарастающим итогом с начала налогового периода, но мы можем этот налог уменьшать, то есть зачетом удержанных в предыдущем месте текущего налога суммы. Да, вот мы сейчас это с вами будем делать, многие уже это знают. Ну, можно, да, опять-таки ознакомиться, почему у меня здесь написано статья 216, ну, наверное, почему, потому что я отчепяталась, да, то есть можно посмотреть статью 226, и мы с вами опять-таки видим, что сумма налога применительна к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. Очень важный абзац исчисления суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов. Вот по идее мы с вами, наверное, предполагаем, что если он 5 миллионов получил у нас, или больше 5 миллионов, больше 5 миллионов получил у другого налогового агента. Федеральная налоговая служба в этом случае сказала, я от каждого налогового агента по окончании налогового периода получу приложение 1, это те приложения, в составе которых мы сейчас будем отправлять справки 2 НДФЛ к расчету 6 НДФЛ. И в случае, если мы увидим превышение налоговых баз, мы произведем перерасчет и предъявим налогоплательщику, физическому лицу, платежное требование. То есть, по сути, ему нужно будет доплатить 2%. То есть у него, допустим, ну пусть будет 15 тысяч в этой организации, миллионов был доход, 15 миллионов в другой организации был доход. Это все одна налоговая база. Здесь у него удержали 650 тысяч рублей и 15%. Здесь у него удержали 650 тысяч рублей и 15%. Вот с этих 650 рублей, да, то есть с 5 миллионов удержали 13%. А должны были удержать 15, ну в целом, да, поэтому 2% ему предъявят и уже ФНС самостоятельно будет разбираться с нашими физическими лицами, у которых по какой-либо налоговой базе было превышение. Уважаемые коллеги, ну прежде чем опять-таки посчитать, да, я обращаю ваше внимание, ну может быть кто-то пораньше уйдет, чтобы вы не пропустили, что курс у нас стартует. Ну вот как вы видите, не так часто, приблизительно один раз в месяц. Вы можете выбрать те форматы обучения, те дни, которые вам будут удобны. И я вот сейчас уже буду открывать заготовленный файл Excel, который у меня как раз есть для этих расчетов. Что-то мне нужно с вами, да, опять-таки вот поясняю, покрупнее сделала. Значит, смотрите, у нас с вами условие такое. У нас каждый месяц он получает 100 тысяч, это его заработная плата. Каждый месяц он получает, вернее ежеквартально он получает премию, это у нас тоже основная налоговая база. Вот это основная налоговая база, по ней мы определяем нарастающий итог отдельно от той налоговой базы, которая у нас идет по пункту первому, а это у нас с вами под пункт девятый. Вот из чего следует, да, что мы все это вместе плюсовать не будем, и здесь мы 5 миллионов определим предел, здесь мы 5 миллионов определим предел, и уже исходя из этого будем исчислять налог. Такая схема действует в переходный период, который у нас длится два года, 2021-2022. Что будет в 2023-м, будем уже узнавать, исходя из изменений законодательства. Очень часто бывает, что вот те самые статьи, которые действуют не позднее, да, там в течение какого-то определенного времени, вот у нас 2021 год, 2022-й, могут опять-таки, ну, там продлить этот период, допустим, переходный до 2023-го года. Так, значит, что мне тут надо сделать, да, ну, и опять-таки, я вижу, что у нас с вами есть еще одна налоговая база, налоговая база в виде дивидендов, и как раз здесь показываю, что у него начислены дивиденды в размере 2 миллиона. Что мне сейчас нужно опять-таки сделать? Наверное, я сейчас это все компактно как-то так размещу, отсортирую по датам. Хотя, может быть, не знаю, может быть, мне вот это только по датам отсортировать, да, в рамках одной налоговой базы. Так, данная сортировка по столбцу B я буду сортировать и буду сортировать все данные, похожие на числа, как числа. Да, обратите, пожалуйста, внимание, вот у нас, что мне тут спрятать. Давайте пока, чтобы было получше видно, я спрячу дивиденды. И налог с дивидендов я тоже пока спрячу, скрою, потом я обязательно достану, потому что очень прям уж мелко, как я вижу, у нас с вами получается, масштаб по выделенному. Ну и давайте будем считать. Значит, хотелось бы ему вычеты, да, предоставить на детей несовершеннолетних, но как мы видим, на 15.01 уже 350 тысяч превышает. Поэтому на детей предоставлять вычеты мы ему не будем, но вспоминаем про то, что он герой России, 500 рублей в обязательном порядке мы вычтем из налоговой базы. Налоговую базу нарастающим итогом будем считать, будем определять, а что у нас до превышения, а что у нас с превышения. И будем считать исчисленный налог с зачетом ранее исчисленного налога. Итак, 15.01. Нарастающий итог до превышения полтора миллиона. Доход, облагаемый до. Наверное, знаете что, я тут подправлю, некорректно написала. Все-таки у нас здесь будет не доход, облагаемый до, а налоговая база. То есть, что такое налоговая база, чем она отличается от дохода. Доход-то у него получен в размере полтора миллиона, а налоговая база в настоящий момент будет полтора миллиона вычесть, вычеты. И мы с вами исчисляем налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Налоговая база умножить на 13%. Далее двигаемся. 31.01. Опять-таки, налоговый вычет у нас с вами предоставляется в рамках каждого месяца. В январе ему вычет уже предоставлен, поэтому я по-прежнему оставлю 500 рублей. Вычеты мы тоже будем с вами считать нарастающим итогом. Нарастающий итог до превышения, ну здесь легко считается, миллион 600. Налоговая база, миллион 600 за вычетом 500 рублей. И исчисленный налог у нас с вами будет налоговая база до умножить на 13% за вычетом ранее исчисленного налога. 13 тысяч рублей. Все то же самое я буду делать в феврале. Налоговый доход нарастающим итогом миллион 700. В феврале я ему предоставлю вычет в размере 500 рублей, нарастающий итог по вычетам. То есть за весь налоговый период уже будет у меня и у вас 1 тысяча рублей. Налоговая база до миллион 700 минус 1000. Исчисляю налог, а он у нас с вами равен. Налоговая база умножить на 13% за вычетом исчисленного. Но я вот почему-то, да, где-то я тут подошиблась. Ага, нет, и мы сами с вами исправим. Сейчас так, два раза умножить нажала. Все, 12 935 получился у нас с вами исчисленный налог на доходы физических лиц. Почему-то мне кажется, что вы уже заскучали и ждете, не дождетесь, когда же у нас с вами налоговая база превысит 5 миллионов. В марте предоставляемому вычет в размере 500 рублей нарастающим итогом 1 миллион 500. Налоговая база. То есть вы чувствуете, чем отличается налоговая база от дохода нарастающим итогом. Вот у нас с вами, когда предоставляются вычеты на детей, там говорится следующее. Вычеты предоставляются до достижения нарастающим итогом дохода налогоплательщика, на деточек, да, до 350 тысяч рублей. А вот здесь идет у нас с вами налоговая база. И здесь вот мне очень важно было показать вам вычеты в размере 500 рублей, потому что доход налогоплательщика превысит в какой-то момент 5 миллионов, а налоговая база будет меньше на сумму предоставленных вычетов. Мы это с вами увидим обязательно в расчете по форме 6 НДФЛ. Исчисляю 13% и вычитаю, зачитываю ранее исчисленный налог. Ну, у нас снова с вами тут премия. Премия. Итого 3 300 нарастающий итог. В апреле мы еще вычеты не предоставляли 2000. Налоговая база 3 298. Налог начисляю в размере 13% и зачитываю ранее исчисленный налог. 30-го 04-го у меня предел будет только в июле. Я вот так вот, по-моему, считаю. В апреле уже вычет предоставили, поэтому нарастающим итогом 2000. Так, 3 миллиона 400 минус 2. Начисляю налог по ставке 13% и уменьшаю на ранее исчисленный. Зачитываю, да, с зачетом ранее исчисленного. Доход 3 миллиона 500, налоговые вычеты 2 500. Что-то мне тут он сам считает. Какая умная программа Excel. А тут не посчитал. Так, умножаю на 13%. Я бы могла, да, тут копировать формулы, но дело в том, что они не всегда срабатывают. И потом, если вдруг где-то я найду ошибку, мне будет тяжело искать. Поэтому я все-таки думаю, что нужно вот так вот кропотливо мне проработать, для того, чтобы уже мы с вами точно нигде не ошиблись. Налоговая база 3 миллиона 597. И налог исчисленный 3 миллиона 597 умножить на ставку за зачетом ранее исчисленного налога. Ну и, наконец-то, да, дождались мы с вами превышения. Налоговая база 5 миллионов, вернее, доход налогоплательщика 5 миллионов 100. В этом месяце мы ему обязательно предоставим вычеты, потому что еще не предоставляли. И вот вы видите сейчас, что у нас налогооблагаемая база, которая до уже превысила 5 миллионов. Ну, наверное, я понимаю, что мне надо вот отсюда, да, наверное, по-другому сделаю. В налогооблагаемую базу с, да, это с превышения, написать 96 500, а вот отсюда как раз эти 96 500 вычесть. То есть получается, что моя налогооблагаемая база до превышения исчислила НДФЛ в сумме 650 тысяч рублей. Вот давайте смотреть. 5 миллионов умножить на 13% и вычесть ранее исчисленный... Ой-ой-ой, я спешить начала, не попадаю на кнопочки. Ну, вот здесь вот, да, внизу у меня написано «Итого». Я сложу сейчас эти суммы, и мы с вами можем видеть, что у нас как раз получилось 650 и 15%. С 96 500 мы будем исчислять уже и 15%. И нарастающий итог доход налогоплательщика мы продолжаем с вами, ну, наверное, да, может быть, даже давайте вот эту колонку я спрячу, может быть. Не хочу я, что-то она мне мешается. То есть мы с вами сейчас определяем нарастающий итог как 5 миллионов 200. Вычеты не предоставляем ему уже, эти вычеты были предоставлены в июле. Здесь даже, хоть он там 100 миллионов получит, все равно 500 тысяч мы имеем право на вычет. Налогооблагаемая база до ничего, а налогооблагаемая база с превышения уже 96 500. Так, наверное, знаете, мне тут надо подзапуталась, да, подзапуталась. То есть, получается, у нас здесь будет с вами равно... Ой-ой-ой, не соображу, как мне тут посчитать. Значит, 5 миллионов здесь у нас с вами будет равно... Ну-ка, помогайте, кто-то там немножечко посообразительнее. 5 миллионов 200, вот что значит Excel, да, или вот что значит 1С, зарплату управления персоналом, он все считает. Налогооблагаемая база всего... Так... Налогооблагаемая база до... Значит, здесь у нас равно... 5 миллионов 200 минус 3 500. Минус 5 миллионов. Вот, наверное, вот так вот у нас с вами получается. То есть, 5 миллионов до, 5200 всего. И здесь у нас с вами 293. Что-то не хочет никак получаться, да, поэтому... Так... Нет, все правильно, у нас же с вами нарастающий итог. Да, нарастающим итогом... Все-все-все правильно, разобралась. Нарастающим итогом у нас с вами налогооблагаемая база. 5 миллионов и 196 500. То есть, это как раз 5200 минус 3 500. То есть, получается у нас с вами налогооблагаемая база с превышением... То есть, доход нарастающим итогом минус вычеты, минус 5 миллионов. Итак, вот тут тоже сейчас будет немножечко некомфортно, мне видимо. Но будем как-то читать с вами. 4 миллиона. Да, здесь нужно будет с вычетами, с плюсами, минус поработать. Вот смотрите, получается, что здесь будет вычет у нас... Так, ой-ой-ой. Так, коллеги. Вот прям, знаете, что дома считала вот с этой ячейкой, которую спрятала. Ну, сейчас буду осиливать, значит, без ячейки. У нас с вами налогооблагаемая база с превышения должна быть 5 миллионов 300 минус 5 миллионов. Да, это как минимум. Равно 5 миллионов 300 минус 5. Так. Достаю, достаю, достаю. Немножко по-другому просто дома считала. Немножко по-другому дома считала. Ну, вообще, я очень люблю, когда у меня что-то не получается. Так, 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 так. Нарастающий ток до превышения. А, я совсем ее, что ли, удалила? Эту ячейку дивиденды, налоговая база. Ладно, верну. Так. Значит, а что там мы тут налог не посчитали, да? Давайте налог посчитаем. Значит, у нас с вами исчисленный налог будет 196 умножить на 0,15 за вычетом уже того, что мы с вами зачли. Так, налоговая база с превышения. У нас с вами здесь увеличивается на сумму 5 миллионов 300 за... Так. Равно 5 миллионов 300 за вычетом 4 тысячи за вычетом 5 миллионов рублей. Мы с вами здесь должны получить, вот я прям проверяю, да? Мы здесь должны с вами получить 5 миллионов 300 минус 4 тысячи и минус 5 миллионов. Ну, все, вроде... Так, считаю налог. Умножить на 15 процентов минус 15 минус 14, получаю 414 925. Следующий месяц это сентябрь, 5 миллионов 300 плюс 100. Вычеты предоставляем 4 тысячи 500. Совсем запуталась, подсматриваю, да? В ячейке формулы, то есть нарастающий ток. Ну, тут, наверное, просто надо написать, вот что я путаюсь там. Это просто у нас будет нарастающий ток, да? Который, опять-таки, мы с вами нарастающий ток уменьшаем на сумму налоговых вычетов и уменьшаем на ту налоговую базу, которая у нас уже с вами была. Налог на доходы физических лиц исчисляем по ставке 15 процентов и уменьшаем на те платежи, на тот исчисленный налог, который у нас уже с вами был. Не люблю, когда что-то не получается, видите, сейчас взяла минусовать, начала. Премия за октябрь, налоговый вычет за октябрь увеличит сумму вычетов и база с превышения, нарастающий ток за вычетом всех вычетов, за вычетом базы до превышения. Исчисляю НДФЛ уже по ставке 15 процентов и уменьшаю на то, что мы с вами уже исчислили. Продолжаю. 7 миллионов нарастающий итог в октябре. 7 миллионов 100 нарастающий итог в ноябре. 7 миллионов 200 нарастающий итог у нас с вами по результатам декабря. Смотрю вычеты. В октябре уже предоставляла, поэтому предоставлять не буду. В ноябре 5,511 вычетов по 500 рублей и в декабре 6 тысяч рублей нарастающим итогом. Определяю налоговую базу С как сумму дохода нарастающим итогом, уменьшенную на сумму вычета и уменьшенную на сумму налоговой базы до. Исчисляю НДФЛ. 1 миллион 995 умножить на 15 минус то, что мы с вами уже исчислили. Вот я могу вообще, ну я конечно так не могу, я могу просто предположить, заработная плата сотруднику вообще не будет выплачиваться. Но исчислять налог мы все равно будем именно так. Другой вопрос, что конечно же мы не допустим такого нарушения, как не выплачивать заработную плату. Нарастающий итог минус налоговый вычет, минус база до. И отсюда мы с вами определяем налог на доходы физических лиц. Уменьшая на ранее исчисленный налог. Так, ну наконец-то, да, у нас с вами декабрь. Нарастающий итог уменьшая на налоговые вычеты, уменьшая на налоговую базу до. И исчисляю НДПЛ по ставке 15% уменьшив на ранее исчисленный налог. Значит, я обращаю ваше внимание, что вот просуммировав вот те суммы, которые мы сейчас с вами посчитали, мы, наверное, как раз видим, что у нас исчислен налог 650 тысяч и еще 15%. Так, коллеги, ну вот теперь я, наверное, тут покажу все по результатам того, что вы сейчас видите. Показать все у дивидендов тоже тут подправлю, удалить. Это просто будет у нас с вами нарастающий итог. Налог, тут немножечко мне нужно будет, да, по программе, но тут уже попроще, да. То есть мы, наверное, с вами можем определить, что здесь у нас налог будет исчисляться. Это же другая налоговая база, да, не совокупно налог определяется. То есть здесь у нас будет исчисляться по 13%. В тот момент, когда мы начислим ему 2 миллиона, видимо, где-то здесь должна быть определена база миллион и миллион, да. Миллион уйдет в базу до превышения, миллион уйдет в базу с превышения. Поэтому я вот сейчас буду нарастающий итог определять по дивидендам. Это 8 миллионов. И вот уже здесь, где мы будем с вами исчислять, вот тоже я спрятала, да, показать. И вот здесь, где мы уже будем исчислять с вами дивиденды, мы будем также исчислять налог по ставке 13%. Так, давайте так, наверное, вот здесь у нас налоговая база 2 миллиона, да, вот все-таки налоговую базу будем нажать. Здесь у нас налоговая база 4 миллиона, а здесь у нас налоговая база будет, то есть 2 миллиона, которые он получил у нас с вами в июле, будет разделяться. То есть 5 миллионов это будет до, и 1 миллион будет 650 и 15%. И здесь мы прибавим 2 миллиона, то есть нарастающий итог СИО 8, но эти 8 миллионов мы с вами поделили на 5 и 3. До превышения 260, до превышения 4 миллиона умножить на 13% минус 260, минус 260. И итогу мы с вами получили 650. 650 получили, значит, теперь будем еще и 13-15% исчислять. Миллион умножить на 0,15 и 3 миллиона умножить на 0,15 за вычетом 150 тысяч рублей. Вот, коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что сейчас по результатам всего того, что вы видите, у меня уже есть заполненная информационная база, вот в информационной базе я как раз вам показываю, наверное, покрупнее мне надо сделать, да, сейчас, что у меня есть начисление налогов и взносов в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. У меня есть начисленная премия в размере полутора тысяч рублей ежеквартально. У меня есть тоже промежуточные дивиденды, которые начислены в размере 2 миллионов. Вот я обращаю ваше внимание, что вот здесь как раз в июле у нас произошло превышение налоговой базы по дивидендам. И обратите внимание, вот есть такие добавленные поля уже с 2021 года, в которых программа научилась определять, что 2 миллиона нужно разделить, нужно разделить на налог на доходы физических лиц. Вот он остался как раз по ставке 13% и 15% с сумм превышения. Коллеги программы еще работают и отрабатывают это не на 100%. Поэтому очень часто бывает, вот я просто покажу вам здесь настройках учетной политики организации. Я работаю в Орионе 1С Зуб. В настройках учетной политики у нас с вами в расчете НДФЛ сейчас в настоящий момент взведен курок, отражен флаг, выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале. Методологи заявили, что его устанавливать не надо, что он устанавливается автоматически, как только в программе происходит превышение какой-либо налоговой базы. Вы знаете, это не всегда срабатывает. Лучше установите, лучше прежде чем вы перечисляете НДФЛ в бюджет, обязательно уточнить. Почему? Потому что тот налог, который мы сейчас с вами можем видеть, допустим, в размере 650 тысяч рублей и 329, он перечисляется на разные КБК. И если вдруг вы где-то подошиблись и у вас нечаянно произошло или продолжилось исчисление НДФЛ по ставке 13%, то, соответственно, здесь у вас будет переплата, а здесь у вас будет недоплата. Недоплату надо заплатить, переплату можно только вернуть, что, конечно же, иногда бывает не так просто. Коллеги, ну вот, наверное, по результатам уже всего того, что вы видите, давайте я вам покажу, каким образом... Ну, тут, естественно, я еще ввела нашему сотруднику заявление на вычеты. Вот он у меня как раз и то, что детей имеет вычеты, я эти отразила, но они, естественно, не сработали. И вот как раз тот его личный вычет в размере 500 рублей, который нам, ну, может быть, получше даст объяснить, почему, что же такое налоговая база, чем она отличается от дохода налогоплательщика. Так, ну, пора мне уже идти в 1С-отчетность. Нарастающим итогом у нас с вами заполняется отчет по форме 6НДФЛ. Я создаю новый отчет 6НДФЛ с 2021 года. Ничего интересного в первом квартале, в первом полугодии мы с вами здесь не увидим, но все равно давайте рассмотрим. Я нажимаю заполнить, в разделе первом мы можем с вами видеть срок перечисления налога. Но, опять-таки, если мы с вами вспомним, а откуда программа знает срок перечисления налога, но для программы выплаты, ведомости на выплату, это сигнал удержания налога. И вот если мы с вами, опять-таки, будем сопоставлять, когда я перечисляла те либо иные денежные суммы нашему работнику, то вот мы с вами можем увидеть, что в январе 15.01 сформирована ведомость на выплату. Это означает, что, наверное, выплата и произведена, и как раз НДФЛ к перечислению у нас с вами показан в сумме удержанного. В тот момент, когда заплатила, в этот момент я удержала. В расчете 6 НДФЛ мы видим с вами 18 число, но, наверное, предположу, что 15 это пятница, 16, 17 суббота, воскресенье, 18 понедельник. Опять-таки, 8.02, а это у нас с вами выплата заработной платы, да, это начисление, закрою их. Надо мне ведомость открыть, где ведомость? Все ведомости. Получается, в январе, за январь я заплатила заработную плату 5.02. Если я посмотрю, вижу, что это пятница, значит, следующий рабочий день, 8. Могу перечислить 5 НДФЛ, могу перечислить 8. Раньше не могу, это вообще не будет считаться перечислением НДФЛ, а позже будет считаться перечислением НДФЛ, но будет штраф в размере 20%. Поэтому лучше, конечно же, вот эти вот сроки соблюдать. Я возвращаюсь в расчет по форме 6 НДФЛ, и мы с вами опять-таки можем здесь видеть, что это сумма удержанного НДФЛ с дивидендов. Вот этот вот КБК старый, да, я обращаю ваше внимание, в другом КБК, который у нас с вами появится в расчете за 9 месяцев, всего лишь одна циферка, вместо вот этой вот единички поменяется, она заменится на восьмерку. Это будет означать, что мы уже с вами отдельно платежным получением, на другой карточке по расчету с бюджета мы видим свой налог на доходы физических лиц. Ну и здесь опять-таки в разделе 2 мы с вами видим тоже в разрезе одного КБК суммы начисленного дохода, причем это у нас с вами всегда нарастающий итог, это у нас с вами всегда фактические начисления, а вот уже здесь в разделе 1 исключительно только выплаты. И вот смотрите, мы с вами можем видеть, что у нас есть сумма налога исчисленная, у нас есть сумма налога удержанная, вот, и обратите, пожалуйста, внимание, что исчисленная и удержанная не совпадают и не должны совпадать, и не совпадают они, видимо, на сумму заработной платы за март месяц, которая выплачена в апреле. Вот заработная плата за март месяц здесь есть, а в разделе 1 заработной платы за март нет, потому что она 31 начислена, 5.04 выплачена и попадает уже у нас с вами в расчет за первое полугодие. Обращаю ваше внимание, что нарастающий итог присутствует только в разделе 2. раздел 1 заполняется в рамках и в пределах одного отчетного периода. То есть, вернее, отчетный период все-таки у нас, да, будет в следующем квартале полугодия, а вот здесь прямо уточнено за последние три месяца отчетного периода. Так, запишу, закрою, столько у меня всего открыто, что я уже заблудилась, поэтому по максимуму закрываю. В 1С отчетности выберу 6 НДФЛ, выберу, что хочу сформировать за второй квартал. Тут тоже нам не очень будет интересно, но самый такой вот уже основной момент, который мы с вами посмотрим, будет в отчетности за 9 месяцев. Заполняем форму. В разделе 1, да, вот как раз мы с вами можем видеть заработную плату за март, которая была выплачена 5 апреля, видимо, следующий рабочий день, 6 апреля, ну, а может быть, и не 5 апреля, сейчас вот я гляну, да, здесь. Ну, да, 5 апреля была выплачена заработная плата в понедельник, 6 мы должны перечислить НДФЛ. На вопрос, а если я не перечислила, ну, это не тот вопрос, который говорит о том, когда вы должны перечислить, вы можете не перечислить, но вы здесь показываете, когда вы должны перечислить. Опять-таки, в разделе 2 мы видим выплаты с вами нарастающим итогом, и вот как раз уже интерес, я надеюсь, да, у вас сейчас появится в расчете, запишу за 9 месяцев. Вопросов я от вас не вижу, но тем не менее жду. Если они есть, создаю расчет за 9 месяцев, заполняю. Начну с раздела 2. Вот обратите, пожалуйста, внимание, сумма дохода, начисленная по трудовым договорам. Вы видите, да, что это у нас с вами как раз что-то, что за вычетом налогооблагаемой, то есть что дало налогооблагаемую базу 5 миллионов, и вот уже сумма исчисленного налога как раз та самая 650. И обратите, пожалуйста, внимание, что уже хвостик, да, который с превышения побежал у нас, вот она, эта восьмерочка, вместо единички, которая здесь, да, здесь 8, здесь 1. Только на эту одну цифру отличается КБК, но это уже другое платежное поручение. И наша сейчас задача, если вдруг у кого-то вот что-то очень близко, во-первых, разобраться с этими налогооблагаемыми базами, посмотреть, да, что мы при начислении, сейчас я попробую показать, сейчас я, может быть, в дивидендах, да, покажу. Вот, так, 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 тогда начисление заработной платы попробую. Вот, смотрите, вот те самые начисления, которые у нас являются справочником и выбираются при назначении именно сотруднику какой-либо оплаты, вот именно в этих начислениях сейчас у нас с вами содержатся. Да, налоговые базы, то есть вот опять-таки по коду дохода у нас вот эти вот базы, соответственно, определяются. Так, где у меня 6НДФЛ, еще его. То есть, опять-таки, обратите внимание, у нас два раздела один, а если бы мы с вами, допустим, материальную выгоду, да, исчисляли, значит, у нас бы еще одна страница была бы в расчете и в разделе втором, и в разделе первом. Ну, и здесь мы тоже с вами видим, что нам осталось немножечко заплатить по КБК, соответственно, 13%, и уже основные налоги пошли у нас по КБК, отвечающие за 15%. Так, четвертый квартал создаем, заполняю. Так, в разделе первом вы видите уже один КБК только, да, то есть потому что у нас с вами 13% налога уже нет, но в разделе втором у нас по-прежнему два КБК, потому что вот он заполняется нарастающим итогом. Уважаемые коллеги, не уверена, что приложение один у нас с вами заполнится корректно, но посмотрим. Дело в том, что вот в этой программе я, в этой конфигурации я еще не смотрела, но тем не менее, да, я что-то вижу, что мне пока все нравится. Единственное, что относительно недавно, сейчас я вот прям посмотрю, да, относительно недавно в справку эту добавили как раз возможность указания ставки 15%, вот именно с учетом того, что это приложение, которое у нас аналог справки 2НДФЛ, прошлых отчетов, сдается только пока по итогам года, она появилась буквально где-то полтора, может быть, месяца назад. Ну, я вот вижу, что сумма исчисленного налога, сумма удержанного налога у меня не совпадает, поэтому вот где-то нужно мне тут смотреть. По дивидендам, да, вот по дивидендам опять-таки здесь никогда не регистрируется в программе налоговые выплаты, да, выплаты. То есть по дивидендам регистрируется сам факт получения дохода, и вот налог отражается только взведенной вот этой вот галочкой и указанием даты, когда этот налог перечислил. Ну, может быть, да, вот что-то еще не совсем отрабатывает, а может быть, действительно, я где-то подошил. То есть я вижу, что у меня исчислено и удержанно немножечко отличается. Но, а, нет, все правильно, извините, я тут заработалась. То есть получается это же у нас с вами опять-таки 650 и 650 по дивидендам, да, значит, все хорошо. Значит, надо просто посмотреть, да, вот здесь вот, ну, может быть, да, какие-то выплаты там не зашли, и, может быть, какой-то, какой-то я за январь, допустим, заработную плату не перечислила, но нужно уже посмотреть. Так, уважаемые коллеги, сейчас я посмотрю, что у меня еще интересного для вас. Вот материалы мастер-класса все наши преподаватели выкладывают в личном кабинете, и я в том числе. Вы можете их всегда посмотреть по гиперссылке или просто на сайте нашего учебного центра перейти по вкладке о центре, выбрать преподавателей, найти меня, нажать и выйдите на страницу, или, может быть, даже по направлениям поискать меня. И вот этот вот мастер-класс, как правило, выкладывается уже там чуть ли не через полчаса, потому что они у нас небольшие по времени, коротенькие, и быстрее конвертируются и выкладываются. Коллеги, кто впервые в нашем учебном центре, ну, вдруг так получилось, предлагаю вам зарегистрироваться на сайте для того, чтобы иметь возможность посмотреть все те мастер-классы, в которых вы принимали участие. На странице группы всегда есть исчерпывающая информация, есть от меня ссылка с материалами, со слайдами. Также выложу обязательно вот этот вот листочек по расчету Excel, он пока у меня там пустой, не заполненный, поэтому также можете посмотреть, как мы с вами считали. И видео, опять-таки, также будут выложены. Напоминаю, да, всем, кто, может быть, не знает, вернее, напоминать я не буду, потому что я вижу, что есть дипломные слушатели, которые уже закончили обучение в нашем учебном центре даже. Я надеюсь, да, благополучно получили диплом и защитились. Вот, но тем не менее, у нас есть множество дипломных программ, у нас есть множество комплексных программ, и вот этот курс как раз по расчету заработной платы, оплатив труда входит в комплексную, в дипломную программу, бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы. Коллеги, обучение, которое мы предлагаем, разнообразное, но, конечно же, пользуется очень большим спросом мощное обучение и обучение по вебинару. Будем очень рады видеть вас в нашем учебном центре, перед вами контакты. Ну и опять-таки повторюсь, если вдруг что-то хочется повторить, посмотреть еще раз, то, пожалуйста, милости просим, регистрируйтесь на нашем сайте. Если все-таки, да, не получается увидеть курсы или увидеть мастер-классы, на которые вы были записаны, то звоните по телефону, который вы здесь видели, наши инженеры всегда вам помогут. Пожалуйста, задавайте вопросы. У меня на сегодня все. Мария, спасибо вам большое за присутствие, за улыбочку. Татьяна, Елена, да, спасибо вам большое. Немножко подзапуталась, но что же делать? Бывает. Да, я вижу, вопросов нет. Коллеги, запись я выключаю, но я еще здесь остаюсь.